Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. У меня тут как-то возникла потребность сделать страницу в портфолио и я вдруг задумался, а где ее делать? Тогда я нашел телеграф и был очень доволен простотой и удобством. Сейчас я нашел еще и сайты Google и доволен еще больше. Хотя сайты Google это немножко другое. Ну то есть тоже, но дающие значительно больше возможностей. Впрочем, давайте по порядку. Какой-то приветственной страницы тут нет, типа сюда заходят люди, знающие куда идут и зачем. Начинается все естественно с этого плюсика, то есть создать сайт. Понятно, что аккаунт автоматически привязывается к вашему аккаунту Google. Кстати, как сюда попасть кроме как по прямому адресу сайт с google.com я не знаю. Ну и собственно вот он сайт. Сразу же назовем как-нибудь. Название видите появилось на сайте. Ну и что перед нами стандартный конструктор. Не такой модный как тильда и не такой простой как телеграф. Но вполне функциональный и позволяющий воплотить в жизнь почти любые фантазии. И главное абсолютно бесплатно. Управление тут такое ну интуитивно понятное. Google вообще этим славится. Вот например обложку можно не просто загрузить, но еще и выбрать из предложенных гуглом. А вот такой вот кофе. Здесь же можно добавить логотип. А его как раз лучше загрузить. Вот такой у нас логотип появился. Ну и можно перейти в выбор темы. Вообще с этого нужно было начинать, хотя какая разница. Тем тут немного, но еще раз это не WordPress. Это не для создания корпоративного сайта. Это бесплатно и на скорую руку. Когда нужна буквально страница. Эту надпись пожалуй удалим, она лишняя. Ну и дальше. Здесь правят блоки. Как и в тильде, как и в Гутенберг. Потому что это оптимально. Вставили текстовый блок, отредактировали. Нет, что-то эти пастельные фаны мне не нравятся. Это потому что тема такая. Сейчас что-нибудь другое. Во, вот это класс. Подходит под художника. Ну и собственно блоки мы можем копировать, удалять, двигать. Можем менять цветовое заполнение для блока. Это решается вот здесь. Некая цветовая схема сайта. Причем Google пытается все как-то еще и гармонизировать, сразу меняя оттенки в верхней фотографии. Чтобы как мы не пытались все убить, получалось все равно приемлемо. Но и здесь кроме текстового блока можно выбрать еще кучу всего. Просто действительно кучу других блоков. Благо, что большая часть это сервисы самого Google. Ну и мы вставим изображение. Это же сайт художника. Тут есть несколько макетов. Выберем такое расположение. И здесь можно также загрузить. Можно подтянуть с Google Drive или даже с YouTube. Но мы загрузим. Где-то... А, кстати, на Google диске же и лежит. Как раз посмотрим, как загружать с Google диска. Ага, вот. Это я сына рисовал. Никогда не думал, что умею рисовать. А тут прям сел и давай красить. Ну и фиксировал, соответственно, разные этапы. Так, что еще? Ну и давайте еще что-нибудь вставим из богатой коллекции блоков. Ну вот, например, карта. О, тут еще и мои карты есть. Класс. Ну вот это, кстати, реально удобно. Потому что мои карты дают широкий простор для творчества и решения утилитарных задач. Как создать собственные карты в Google Map можно узнать из скринкасты, которые я делал. Ссылку оставлю в описании. Ну что, красота. Ну и как у нас все это будет выглядеть? А тут есть предпросмотр. Причем под десктоп, планшет и телефон. Ну, в целом, выглядит все вполне неплохо. И последнее, о чем нужно сказать, это страницы. Все-таки это сайт. Значит, тут должна быть потенциальная возможность сделать несколько страниц. И она есть. А вот здесь добавляете страницу. И она появляется. Причем, сразу еще и здесь, в меню. Здесь же вы выбираете, с какой страницей будете работать в данный момент. Ну и когда все готово, а будем считать, что у нас все готово, можно публиковать. Здесь выбираете веб-адрес. Вернее, то, что добавляется к адресу сайт с Google и т.д. Можно, например, запретить индексацию. А если можно запретить, значит, индексация все-таки есть. Что иногда бывает крайне полезно. Ну и все. После публикации наша страница появится по этому адресу. На самом деле, не всякая опубликованная страница появляется. Тут можно настроить доступ и к черновику, и к опубликованной странице. Ну а мы проверим, что у нас получилось. Ну да, все у нас получилось. Реально, дело 10 минут, а выглядит так, как будто у меня действительно есть сайт в интернет. Да еще и с картой злачных мест. Ну а информация о всех ваших сайтах хранится здесь. Здесь же вы можете что-то с ними сделать. Например, удалить. Удобно, не сложно. Качественно, красиво. Последняя правда зависит только от вас. А еще и бесплатно. В общем, не жизнь, а сорочинская ярмарка. Коммунизм уже наступил в отдельно взятом компьютере. Все, любите друг друга, помогайте друг другу, да и вообще меньше думайте о себе. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!